САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 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 После того, как заканчиваются учебные занятия, мы проводим обширную культурную программу. Но главное, конечно, проект. И во время экскурсии делегация на них заостряет особое внимание. Проект «Самарца» Валерия Захарова уже прошел региональный этап. Лаборатория, в которой все желающие смогут получить доступ к 3D-принтерам, имеют шанс появиться в области. Это могут быть и дизайнеры, и довольно-таки широкий спектр мы охватываем людей. Но смысл проекта в том, чтобы идею из головы сделать реальной, и чтобы ее можно было представить в виде прототипа и показать ее полезные свойства. Форум уже на второй год своего существования получил статус международного. Качество работ, число известных экспертов выросли, а теперь еще и возможностей у участников стало больше. Тот дух, который летает здесь, та атмосфера дружелюбия, та атмосфера взаимопонимания, та атмосфера желания помочь, поддержать и познать друг друга, она неповторима, она незабываема. Сейчас мы уже вышли сразу на международный уровень. Приехало 150 человек китайской делегации. Очень подготовленные приехали делегации с регионов. Значительно больше представлено проектов регионами, в том числе нашими. Вот ребятами Самарской области, которые представляют, через 15-20 лет эти люди будут уже занимать должности и так далее. Знающие друг друга люди. И это, скажем, дружба или это взаимовыгодное сотрудничество закладывается на многие-многие годы вперед. Общение главы региона с молодежью уже стало традицией. Говорили об инновационном производстве, образовании, сельском хозяйстве. Эту секцию как раз открыли в нынешнем году по просьбе участников из Самарской области. Сегодня они успешно представляют регион. Один из них, предприниматель Скинельского района, преподнес Николаю Меркушкину сувенир. Здесь у нас очень много возможностей. Очень много. И в России, по большому счету, сельскохозяйственного производства, она должна быть одним из лидеров мира. И люди должны не просто и работать, и получать удовлетворение от своей работы, и получать хорошую материальную отдачу от этой работы. Поэтому спасибо. Это тоже проект интересный очень. Прозвучало и еще одно предложение от молодежи. Создать в области площадку для занятий экстремальными видами спорта. Есть предложение по разработке и разработке стратегии. По-моему, в прошлом году мы обсуждали эту тему, да? Обсуждали. Обсуждали. Давайте еще раз посмотрим. Предложение есть? Сильным, давай сюда. Сильным, мужественным и экстремалам тоже оказать поддержку. 150 самых активных участников Иволги отправятся в будущем году на подобный форум в Китай. Нина Ванина, Александр Ерофеев. Новости губернии. Николай Меркушкин принял участие в торжествах в Сакском районе Крыма. Там состоялось открытие мемориала девяти героям Советского Союза. Танкистам, которые в 1944 году удерживали оборону против вражеского батальона. Памятник реконструировали на пожертвования самарцев и крымчан. Сразу по прибытии на крымскую землю самарская делегация направляется в село Геройское Сакского района. Мемориальный комплекс девяти героям Советского Союза, который пришел в запустение за годы украинского периода жизни полуострова, в российское время начинает вторую жизнь. Деньги на реконструцию памятника собрали жители Самарской области. И вот в канун Дня памяти и скорби торжественный митинг открывают глава Госсовета Крыма Владимир Константинов и Николай Меркушкин. Мы понимаем, что нам и хлеб нужен, и вода нужна, и электричество, нам все надо. Но в первую очередь нам нужно восстановить это, нашу память, потому что это основа нашей с вами силы. Я абсолютно убежден, что у нас хватит с вами силы и мужества построить уже новый Крым, новый российский Крым, тот, который нам с вами будет комфортно жить и работать, детей растить и воспитывать. Особые слова благодарности в адрес высшего руководства России. Именно благодаря воле президента Владимира Путина Крым в рекордные сроки воссоединился с исторической родиной. И за это болела вся страна. В Самарской области народ вышел на митинг поддержки. Мы тоже, так же, как и вы, когда проходил референдум, когда прошел референдум, в том же Самаре собралось на площади, это самая большая площадь в Европе, площади Ведня Куйбышева, собралось 35 тысяч человек на митинг для того, чтобы отметить итог референдума и порадоваться вместе с вами тому, что произошло в нашей жизни. Крым, Севастополь без России, и Россия без Крыма, Севастополя, это неполноценное государство. Я хотел бы выразить тоже вот от имени самарских жителей огромную благодарность за то, что вы так поступили. Потому что вы принесли огромную радость всему российскому народу. Главе Самарского региона вручается знак почетного гражданина Сакского района. Назвучены слова благодарности от главы республики Сергея Аксенова. Поддержка со стороны Самарской области говорит о единстве и сплоченности нашей нации. Большой путь сотрудничества регионов начинается с торжества в честь Героев Советского Союза. В 1944 году экипаж танка Т-34 из девяти солдат в течение двух часов сдерживал натиск немецкого батальона. Из девятерых тогда лишь один остался в живых. Братская могила, в которой восемь героев, единственная в России. Их память почтили минутой молчания. И цветы от жителей Крыма и самарской делегации. Особенно важно, что в канун Дня памяти и скорби историческая память восстановлена. Хотелось бы выразить слова благодарности губернатору Самарской области, всему самарскому народу, который, со словом губернатора, собрал сумму денег на восстановление памятника. Это на века, потому что мы должны знать своих героев, своих отцов. Далее общение в неформальной обстановке. Самарскую делегацию встречают как родных. Многие не смогли сдержать слез. Все-таки теперь Самарская область и Сакский район – братья навек. И 63-й регион уже оказывает серьезную материальную помощь. Во всех школах Сакского района для первых классов закуплены новые парты. Есть планы к 1 сентября заменить мебель во всех школах полностью и провести косметический ремонт, а также закупить компьютеры. Я от имени всей общественности учительской, прежде всего нашей руководитель школы, от директоров, от всех детей, очень вам признательно благодарен за ту помощь, которую нам оказали. Особенно в материально-техническом плане, потому что это для того, чтобы наши дети просто более качественно получали образование. Главное – компьютеры, чтобы те, которые западенцы говорят, мы с Европой, мы там будем, мы сами будем. Хорошая техника. Интерактивные доски. Обогнать и обогнать. Интерактивные доски. Ты знаешь, что это? Да, знаю, знаю. Центральная районная больница Сакского района в сферу здравоохранения помощь тоже подоспела. Самарская область помогла закупить аппарат УЗИ нового класса, а также современное оборудование для проведения гастроэнтероскопии и колоноскопии. Они уже установлены. Кроме того, Николай Меркушкин сообщил крымчанам, что в Самаре строится самый передовой в России кардиоцентр. И каждый, кому нужна кардиологическая помощь, сможет приехать к нам на лечение. Юрий Медведев, Олег Зверев, Новости губерния. В Сызрани стартовали праймерис. Внутрипартийное предварительное голосование определит кандидата от «Единой России» на выборах губернатора 14 сентября. Подробности далее. Первым делом Николай Меркушкин объясняет, почему подал в отставку. Во-первых, вмешался в футбол. По плану, голосование пришлось бы на 2017 год. А в это время в Самаре комиссия ФИФА будет оценивать объекты к Мундиалю. Все силы будут направлены туда. Еще глава региона говорит откровенно, что пора пресечь слухи, что власть в области временная и что он, выполнив задачи, которые поставил президент, вернется в Мордовию. А главное, Самарскому региону нужно заручиться поддержкой главы государства. За последние два года в область зачастили представители федеральной власти. Николай Меркушкин часто встречается с Владимиром Путиным, но там, в Москве. Если региону удастся доказать свою политическую значимость, это очевидно будут и современные больницы, новые детские сады, спорткомплексы, ровные дороги. Николай Михайлович просит, хоть где-то найдите 150, хоть 100 миллионов рублей дополнительно на дороге. Но я вам тоже хочу сказать, дорожный фонд сейчас идет из Смоленска. Из Смоленска. Денег меньше, чем шло в прошлом году. Значит, не увеличивается дорожный фонд по стране и, естественно, самарский. А наоборот, иметь больше, давать денег, возможностей значительно меньше. Ведь можно сколько угодно говорить, если нет ресурса, если нет денег на дороги, нет денег на дороги, ведь откуда-то они не возьмутся просто так. Тогда их надо привлечь. Как привлечь? Привлечь через федеральный центр. Обратился Николай Меркушкин к первым рядам. Здесь представители местной власти и бизнеса. А есть в Сызрани и свои олигархи. Посыл такой. Участники праймерис прежде всего однопартийцы, а не попутчики. Попутчики какие-то. Вот, ради чего-то. Но ради чего-то, ради чего-то, я хочу сказать, вот тут же наш сосед северный, Татарстан. Для того, что нам выровняться с ними, более или менее выровняться, они же все равно не стоят на месте, они дальше наращивают свои обороты, выровняться с ними. Вы знаете, Иван Федорович, сколько надо Самарской области денег? Примерно 350-400 миллиардов рублей. Потому что мы за эти 10 примерно лет как раз только не довложили. Есть мнение, что эти выборы для Самарского региона – шанс запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. И упустить его нельзя. Нет ничего проще. Утром в день выборов встать и пойти на выборы проголосовать. И ты потом уж 5-10 лет, даже не понимая сам, как ты будешь получать от этого прямо или косвенно, чаще косвенно, отдачу. У тебя будут лучше дороги, у тебя будут мосты появиться дополнительные, у тебя будет чище в городе, у тебя не будет аварийных школ. Юрий Медведев, Алена Платова, Алексей Вельмискин. Новости губернии. Сызрань. На этой неделе ветеранские организации региона выразили поддержку Николаю Меркушкину на предстоящих выборах. Конференции прошли в городах и районах. В Самаре в окружном доме офицеров состоялся форум ветеранов. В зале Герои России, труда, ветераны всех видов военной и гражданской службы. Они собрались со всего региона, чтобы обсудить перспективы развития Самарской области. Ранее конференции проходили в городах и районах, и вот все вместе в окружном доме офицеров. В форуме принимает участие Николай Меркушкин. Будущее региона зависит от предстоящих выборов, от явки и результатов. Это должно стать составляющей народной культуры приходить на выборы, которая не просто даст возможность эффективнее решать проблемы региона, а еще и покажет, насколько мы способны поддержать политику государства. Вот от той, когда мы считали, что бесконечная борьба, бесконечная борьба, что чем не больше демократии, чем не больше борьбы, чем не больше партий, чем не больше столкновений, тем лучше. Мы должны понять, что в той обстановке, в какой мы находимся, лучше сегодня консолидированное общество. Консолидированное, организованное, мобильное, понимающая власть и власть, отвечающая на запросы общества. Отвечающая на все те запросы, которые исходят от общества. И вот эти выборы, они во многом будут определять. А как мы? Насколько мы едины? И насколько, на самом деле, мы консолидированы? Насколько мы сплоченные? Да, рейтинг президента очень высокий. Но рейтинг президента, поддержка президента – это одно. А действие людей – это другое совсем. И здесь, и на районных конференциях ветераны единогласно выразили готовность идти на выборы. Сегодня обществу важно показать свою сплоченность на деле. Только тогда можно будет предъявить требования к власти, которой сегодня тоже нужна поддержка. В ветеранских конференциях присутствует 100% местного ветеранского актива. Выступило более 500 человек, которые не только заявили о коллективной поддержке Николая Ивановича Меркушкина, как народного губернатора Самарской области, но и активно заявляют о проблемах, решения которых связывают с продолжением его работы в Самарской области. Вопросы с зала. Что сделано за два года? Результаты говорят сами за себя. Подготовка к чемпионату мира по футболу, новые масштабные инвестиционные проекты в промышленности и сельском хозяйстве, поддержка социальной сферы, строительство жилья, дорог, спортивных и социальных объектов. Но самое главное, люди поверили, у Самарской области достойное будущее. Что вы сделали за два года? Вы сделали очень многое. Вы и ваша команда. Душа, в промышленности, здравоохранения, в экономике, культуре, в просвещении, в сельском хозяйстве. Душа, с которой вы относитесь к своему делу. Делу, которое нужно каждому здесь сидящему из нас, которое нужно области и городу. И хочется вам пожелать от всей души многие-многие вам лето, доброго вам здоровья, творческих вам успехов. И пусть наша Самара под вашим руководством процветает. Олег Зверев, Дмитрий Латерсов, новости губернии. Ну что же, у меня на этом все. Новая неделя, новые события. Подведем итоги ровно через 7 дней. С вами был Вадим Сердюк. Удачи и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова